Бюджет на будущий год сформирован в условиях, связанных с падением темпов роста, а в некоторых случаях и снижением поступлений в доходную часть. Тем не менее, по сравнению с нынешним годом, в 2017 планируется увеличить доходы на 35, а расходы на 21 миллион рублей. В абсолютных цифрах 975 миллионов и миллиард 36 миллионов рублей соответственно. Конечно, тех, кто пришел на публичное слушание, волновали расходы на конкретные цели и жители высказывали свои пожелания. В частности, просили решить вопрос с централизованным водоснабжением, ремонтом дорог и вывозом мусора в Нижнем Потаповой, провести канализацию на улице Широкой, заасфальтировать Соколовскую и Хмутовскую улицы, благоустроить детскую площадку на Сиреневой 22. Представители районной администрации отвечали, что некоторые работы уже запланированы. Структура бюджета осталась без изменений, то есть основные направления расходования средств это жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство, культура, физическая культура и спорт. Объемы несколько увеличены. Основная цель, которую мы преследовали, это финансирование всех запланированных мероприятий, выполнение всех социальных обязательств. По словам Александра Фрыгина, бюджет должен быть сбалансирован по доходам и расходам, часть пожеланий жителей учтена, остальные будут рассмотрены на депутатских комиссиях и в итоге в бюджет могут быть внесены изменения при условии выполнения его доходной части. Проект бюджета, я считаю, что достаточно сбалансирован и, конечно, сегодня очень много прозвучало предложений и заявлений и жалоб, естественно, со стороны жителей, касающихся вопроса ЖКХ непосредственно и дорог. Постараемся все предложения учесть в проекте бюджета и рассмотреть их, так как мы работаем для населения и ради населения, чтобы было комфортное проживание в городском поселении Щелково. Сергей Дадыко, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».